Продолжение следует... Но, как оказалось, ребят, все правильно здесь на картинке изображено. Действительно, контейнеры вы получать будете на коро 45 тонн. У меня данная машина с недавних пор есть, до сих пор не могу ей нарадоваться. Как получить контейнер для того, чтобы можно было данным ключом за 1000 голды его открыть? Да и в принципе, что это такое для тех ребят, кто не знает. По большому счету, что вы за 1000 голды покупаете? Ключ от запертого контейнера, который бесплатно получаете. Что вы покупаете за 1000 голды контейнер, в данном случае на коро и его открываете? Масло масляное и те же яйца только в профиль. Ничего от этого не меняется. У меня на данный момент есть уже два вот таких вот контейнера на коро 45 тонн и получил их, сыграв один бой на десятке на том же самом коро. Я выехал в бой и, честно говоря, даже поражение там у меня было, а не победа. И все равно мне начислили два этих контейнера. То есть, в принципе, беспокоиться за то, что вы останетесь без контейнеров, когда, как дурень с горячки, накупите себе ключей, вам не стоит. Поверьте мне, вам насыпят гораздо больше контейнеров, нежели вы, скорее всего, можете позволить себе купить ключей. Что же касается содержимого контейнера. Здесь главная награда коро 45 тонн. Если он у вас есть, то 7500 голды компенсация, если он вам выпадет, с вероятностью 3%. Также из этого контейнера вам с определенной долей вероятности могут выпадать части сертификата на Altpro AMX 30, на Super Hellcat, на TL7 120 и HWK 30. Кроме того, опять-таки, на те же самые части сертификата можете рассчитывать, с вероятностью, допустим, там 5 с копейками процентов на 10 частей и аж 30 частей можете забрать, но при вероятности 1,6% на тот же самый коро 45. Короче говоря, вот это вот, наверное, самое ценное, потому что я не представляю себе, сколько необходимо открыть контейнеров для того, чтобы собрать себе из частей сертификата в конкретную машину, коих отсюда будет вам падать с вероятностью, да еще и с разбросом на 5 разных танков. Короче говоря, собрать из частей, я думаю, нереально. Что касается компенсации за коро, то, ребят, если вдруг у вас есть ключ какой-то там завалявшийся и коро у вас есть тоже в ангаре, то не стоит ради 7500 пытаться данные контейнеры открывать. Мне кажется, лучше эти ключи приберечь, как я это сделаю со своим ключом, до каких-нибудь контейнеров на машину, которые у меня лично в коллекции нет. Также здесь номинально есть золото. Почему номинально? Потому что максимально вы можете отсюда достать 500 голды с вероятностью всего лишь 2%. Напомню, стоимость ключа косарь голды. То есть, в принципе, даже если золото вам выпадет вместо каких-то бустеров или частей сертификатов, то все равно вы не окупитесь. Поэтому стоит покупать данные ключи только лишь тем, ребятам, кто точно так же, как и я, безумно мечтал о коро М45. Ну и, соответственно, это вроде бы как ваш шанс получить данную машину. Но от меня лично, ребят, может кто-то со мной не согласится. Если вы хотите получить себе данную машину, лучше дождитесь ее либо на прямой продаже, либо подождите ее больше, чем уверен, что рано или поздно разработчики порадуют игроков рулеткой конкретно на данную машину и оттуда уже попытайтесь счастьем достать ее как можно дешевле. Ну или возьмите за полный ценник, в зависимости от того, насколько широка золотая копилка ваша. Ну и, соответственно, максимальная сумма, за которую вы, в принципе, готовы данную машину себе приобретать. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. А вам, друзья мои, искренне мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.